МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мама умерла от голода, детей забрали в приемник-распределитель. Из-за разницы в возрасте они попали в разные группы. А потом на поезде Маю отправили в Куйбышев, где ее приютила приемная семья. Позже Майя пыталась узнать о судьбе брата, но ей это не удалось. Сейчас в Самаре проживают 87 детей блокадного Ленинграда. И каждый год в день полного снятия блокады города на Неве они собираются в Парке Победы, чтобы почтить память тех, кто умер в голодном городе, но не сдался. В памятном мероприятии приняли участие глава Самары Елены Лапушкиной, члены ветеранских организаций, студенты и юно-армейцы. К сожалению, наша Родина сейчас столкнулась с наследниками идей нацизма, фашизма. И наши с вами современники сейчас воюют, защищая наш с вами мир, нашу справедливость. И у нас с вами простая задача – объединиться. Объединиться и добиться убедительной победы по всем фронтам. Их поколение показало нашему поколению, как надо жить, как любить надо свою страну. Они научили нас этому. Они и сейчас продолжают показывать своим личным примером о том, чтобы наша молодежь уважала свою страну, свой народ, пожилых, старых, участников Великой Отечественной, других войн. В настоящее время особенно все пытаются это стереть из нашей памяти. И важно это все донести до молодежи, последователей наших, чтобы они потом смогли передать. Причем передать не в искаженном виде, той правде, которая была, есть и будет, и на ее никто никогда не сможет ни затоптать, ни исказить. После возложения во Дворце ветеранов состоялось награждение председателей общественных организаций, которые внесли значительный вклад в ветеранское движение и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Виктория Шара и Константин Головин. События.